МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот город нельзя посетить проездом. Здесь стоит сделать остановку и осмотреться. Тем более, что его называют музеем под открытым небом. Рыльск – один из самых древних городов Курской области и один из самых красивых. Есть несколько мнений, кому или чему город обязан своим именем. По одной из версий он назван в честь болгарского святого Иоанна Рыльского. После его смерти из монастыря в маленьком городке Рила бежали монахи. На территории нынешнего Рыльска они построили церковь и дали название городу. Другая легенда нашла отражение в гербе. Дикая свинья с поросятами рыла себе логово и открыла источник. Он положил начало реке Рыла. Эта версия весьма популярна среди местных жителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из самых красивых историй утверждает, что изначально место древнего поселения северян называлось по имени бога Солнца – Ерилы. Капище располагалось на самом высоком месте. Теперь это гора Ивана Рыльского. Исследования ученых-археологов дают возможность предположить, что 13 веков назад это место действительно населяли племена северян. По мнению специалистов, они были оседлыми земледельцами. Гончарное производство развито было, бронзолитейное, ткацкое. Излюбленным материалом у древних людей была кость, из которой делали трубочки, проколки, иглы. Одно из важнейших находок, которое найдено было, писало. Это говорит о том, что древние люди знали письменность и умели писать. Жизнь древнего Рыльска неразрывно связана с историей и образованием Киевского государства. К концу X века город был основан как одно из крепостных укреплений южных границ Руси. В XII веке произошел распад Киевской Руси. Выделились удельные княжества. Рыльск вначале входил в состав Новгород-Северского княжества, но после смерти князя Рыльск выделяется и становится удельным. А первым рыльским князем становится Святослав Ольговича. В XIII веке Рыльск в числе 33 русских городов пережил татаро-монгольское нашествие. В XIV княжество было захвачено литовцами, а в конце XV века было отдано Ивану Шемяке, сыну умершего на тот момент князя Дмитрия Шемяке. В свою очередь сын Ивана Василий Шемяка обратился к великому московскому князю Ивану III с просьбой освободить от литовцев Рыльское и другие подвластные ему княжества. 14 июля 1500 года состоялся кровопролитный, но славный для русских бой. А в 1501-м Литва признала Рыльск за московским княжеством. Будучи крупной политической фигурой, Василий Иванович Шемяка сохранял все свои права на подвластные ему земли, во всех сферах, и в налоговой, в административной, судебной. То есть Рыльск входил в состав московского княжества, но сохранял самостоятельность до тех пор, пока Василий Иванович Шемяка не был обвинен в измене и посажен в темницу, где и скончался в 1529 году. Известный историк Николай Михайлович Карамзин писал о Рыльском князе. Василий Иванович Шемяк отличался доблестью воинской, был ужасом Крыма, ненавистником Литвы и верным стражем Южной России. На рубеже 16-17 веков Рыльск был свидетелем и активным участником многих исторических событий, таких, например, как авантюра Лжедмитрия I. Он останавливался в Рыльске, потерпев поражение при селе Добрыниче. Не найдя укрытия, бежал в Путивль. В этот период город был местом зарождения крестьянского восстания под предводительством Ивана Болотникова. А в 1654 году, когда происходило воссоединение Украины с Россией, московское правительство во главе с боярином Бутурлиным, направляясь для исторического акта в Переславль, останавливалось в Рыльске. Все это время город укреплял южные границы, и последние страницы Рыльска, как приграничного, связаны с Полтавской битвой. Сразу после победы над шведами сюда приезжал Петр I, дом, в котором останавливался русский царь, пережил несколько пожаров, реконструкций, но выстоял на этом месте три столетия. Петр был наслышан о том, что в Рыльске проживают богатые купцы. Он прибыл к ним за помощью. Ведь в этот период активно шло строительство Азовской флотилии, и рыльские купцы по просьбе царя выделяли средства для возведения нового флота. В XVIII веке Рыльск, потеряв свое пограничное значение, становится центром торговли на юго-западе России. В этот период появляются первые кустарные заводы, заводы сальных свечей, восковых, пенька трепальный, винокуренный. Много было храмов, необходимость была в свечах. И был свечной завод Немцова. Чугунолитейный Ваейково, кирпичный завод Сыромятника, мельница Дерюгин. Купцы вели свою торговлю не только в Рыльске, но и далеко за его пределами. Например, у купца Филимонова в Австрии была своя контора. Там он закупал товары, привозил в Рыльск и отсюда распространял их по всей России. За это австрийское правительство присудило ему титул дворянина. Из среды рыльского купечества вышел замечательный мореплаватель, исследователь Аляски, Григорий Иванович Шелихов. Григорий Иванович Шелихов родился в конце 1748 года в семье, где родители занимались купеческой деятельностью. В Рыльске два дома носят имя великого мореплавателя. Первый родительский, где жила семья Шелихова. В 1781 году здесь, в Рыльске, в семье Григория Ивановича родилась одна из дочерей Екатерина. Спустя сто лет в этом здании какое-то время располагалась Шелиховская гимназия. Теперь это школа номер один. В 1788 году, возвращаясь из Петербурга, под дом он приобрел место наугольное в третьем каменном ряду, а дом был позже выстроен его родственниками. Рыльск по праву может гордиться своими горожанами. Десятки известных всему миру людей родились именно здесь. Воины-рыляне принимали участие в кровопролитной Бородинской битве. Рыльский полк в составе 23-й пехотной дивизии генерал-майора Бахметьева. Установлен памятник Рыльскому полку в Государственном военно-историческом музее-заповеднике. Особой храбростью отличились жители Рыльска в Крымской войне, защищая северную сторону Севастополя. А спустя четверть века, в период русско-турецкой войны, 126-й пехотный Рыльский полк участвовал в освобождении болгарского города Плевны. В XIX веке в Рыльске появились первые читальни, библиотеки, церковно-приходские школы, гимназии. Мало где в небольших городках сохранилось столько старинных зданий. В Рыльске можно бесконечно любоваться не только жилыми постройками XVII-XVIII веков, но и неземной красотой величественных православных храмов. Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы всегда являлся главной архитектурной доминантой Рыльска, его украшением и духовным центром. Удивительно по своей красоте и воздвигнутый в XIX веке Вознесенская церковь и Покровский собор. Примечательно, что в их колокольнях в каждом углу по три колонны, что напоминает архитектуру XVII века и не имеет ничего общего с классической колоннадой. Это наводит на мысли, что здания, святынь являются творением одного и того же талантливого и, вероятно, местного зодчего. Здесь каждая улица, каждый дом, каждый памятник напоминает о величии древности этого города. Рыльск – поистине курская жемчужина, истории которого гордятся не только рыляне, но и каждый житель Соловьенного края.